Связано, я знаю, что вот я в Голландии тут прожил осень, и на голландском телевидении каждый раз, практически в каждом выпуске новостей говорят про кризис. То есть прям вот тупо такая прикладная история, здрасте, у нас кризис, давайте, значит, солите огурцы, закатывайте банки с вишневым вареньем. У нас почему-то о кризисе не говорили никогда. Вот я приехал в Россию после Голландии и думаю, блин, везде же кризис, везде же кошмар, кошмар. У нас стабильно все, здорово, красота. И тут потихонечку начинаются какие-то вот истории с отзыванием лицензии, с увеличением штрафов, всяких вот мзды за парковку и прочее. Я понимаю, что, наверное, казне понадобятся какие-то лишние дополнительные деньги. Каким образом закрытие банков влияет на это, я не экономист, мне сложно сказать. Но очевидно, что это каким-то образом связано с тем, что общий мировой кризис, как бы мы его не оттягивали, как бы его не замалчивали, потихонечку так докатывается и до России. Возможно, огромное количество банков, которые были в России, было своеобразным мыльным пузырем. Может быть, они были для отмывания денег. Я тут еще, знаете, конспиролог великий. Почему они закрываются? Ну, я не знаю. Я знаю, что многие, ну, как мне говорили, да, какие-то мои знакомые, что некоторые банки долго выплачивали проценты, прокатывая их каким-то образом, да, получая дополнительные доходы в каких-то паевых фондах, инвестиционных фондах за границей. То есть они задерживали выплаты своим клиентам, чтобы еще прокрутить их и деньги, и получить дополнительные выгоды. Но это, опять же, для меня это вот на уровне слухов, потому что я, к сожалению, не Дерипаска, и мне прокручивать миллиарды, ну, нет у меня такой привычки прокручивать на неделе по паре миллиардов. Я думаю, что закрытие банка связано как раз с ситуацией предкризисной. Не хочется в это верить, но вот у меня другой альтернативы нет.